Основные нарушения это у нас неподача уведомлений иностранными гражданами. Это кто РВП и вид на жительство имеет, они должны ежегодно подавать уведомления. Потом цель въезда заявленная, грубо говоря, если цель въезда он работа, он должен в течение месяца подать на патент. Он не подает, соответственно, мы составляем протокол, что не соответствует цели въезда. Ну и, соответственно, нелегалов. У нас в этом за 4 месяца мы 4 человека уже нелегалов выявили и, соответственно, направили их на родину. Это вот основная масса по 18. И потом в ходе рейдовых мероприятий по местам массового скопления, по ТПК, выявлено практически 18 административных правонарушений на иностранцев и 35 административных правонарушений на работодателей. Кто в нарушении установленных нормативных документов привлекает рабочую силу с нарушением федеральных законов. 90% мигрантов приезжают в Каннск и Каннский район с целью заработка. 300 человек из прибывших граждане Узбекистана, 290 из Таджикистана, 100 из Китая, чуть более 50 человек приехали из Армении, Азербайджана и Киргизии. 16 прибыли из Украины, 2 граждана из США.